22 августа в Техасе ракета Falcon 9 взорвалась во время испытаний. Представитель компании SpaceX сказал, что причиной фейла стали неполадки в одном из двигателей ракеты, из-за чего сработала система остановки полета, в результате чего оно все и бабахнуло. Так как, к счастью, никто не пострадал, думаю, будет уместно сказать, что это охренетительно веселый и дорогущий фейерверк. Да просто посмотрите, как она задорно взорвалась. Надеюсь, что подобные неполадки вскоре устранят, и человеческий род сможет и дальше исследовать глубины космоса. Вперед, человеки! Мы завоюем эти просторы! Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. А наш сегодняшний выпуск решил поддержать отличный проект – Delivery Club. Это, когда вы хотите вкусной и уже готовой еды, а ничего поблизости не знаете или не можете найти. Эти чуваки объединяют более трех тысяч ресторанов во всех городах-миллионниках России. То есть теперь можно легко и удобно заказать и тебе суши, и тебе китайскую еду, и тебе бургеры, ну и, конечно же, вкусную пиццу. Короче, все, что есть у вас в городе. У Delivery Club есть как и сайт, так и достаточно удобная апка для яблок, андроида и даже внезапно виндафона. Им вообще кто-то пользуется? Короче, ребят, это нереальная тема, когда можно заказать много разнообразной еды. Точно вам говорю. Ссылка, естественно, в описании. А еще там есть система баллов. 600 ты получаешь только зарегистрировавшись. За них можно брать разные плюшки. Бесплатно. Например, лишнее блюдо к заказу. Такие вот дела. Шэрон Стэндиферт, жительница Хьюстона, со смекалкой подошла к проблеме того, что ее сынок активно игнорит ее звонки. Она наняла команду программистов, которые сделали апку для телефона. Установленное приложение будет блокировать телефон сына, если тот не будет брать трубку или отвечать на смски. Та-дам! Как бы там ни было, перед установкой надо исхитриться и завладеть телефоном дитятки, так как приложение должно быть установлено на обоих смартфонах. Программу назвали Ignore No More, что в переводе значит «никакого больше игнора». Но телефон заглохнет не полностью. Звонить в экстренные службы он сможет в любом случае. Единственный же вариант разблокировать – позвонить маме, которая отошлет специальный код, чтобы телефон вновь ожил со всеми своими технологическими радостями. Это, конечно, очень грустная апка, а некоторые в комментах ноют «лучше бы занялась воспитанием». Это и есть воспитание, эдакий моральный ремень. Добро пожаловать в 21 век, тыры-пыры. Итак, я думаю, уже ни для кого не секрет Ice Bucket Challenge – веселый способ расставаться со своими деньгами для благотворительности. Но не важно, как хорошо кто-то что-то делает, всегда есть азиат, который делает это лучше. В Японии на выходных пройдет специальная акция по борьбе со спидом под названием Boob Aid, что Google переводит как «сиськи помощь». Группа японских порноактрис разрешит своим фанатам пощупать их грудь, по задумке длительность акции 24 часа. Самое интересное, что акции уже не первый год. Это мероприятие 12 по счету с тех пор, как оно впервые запустилось в далеком 2003. И все это будет транслироваться в прямом эфире на взрослых каналах. Вот слова одной из участниц. «Я никогда не думала, что мои сиси могли принести вклад в пользу общества». Ну, что тут еще можно сказать? Разве что перейти к следующей истории, не менее интригующей. Последнего на земле динозавра недавно убили. Ну, не совсем. В Южной Каролине, США, в одной замечательной школе учительница задала задание классу. Написать историю, неважно вымышленную или нет, в виде поста в соцсеть. Алекс Стоун, обычно такой американский подросток, 16 лет от роду так и сделал. Написала рассказ о том, как он купил пистолет и застрелил соседского динозавра. Но учительница посчитала историю достаточно правдивой и забеспокоилась. Когда я говорю «забеспокоилась», я имею в виду, что учила-вызвала на Алекса полицию, чтобы те проверили, нету ли у мальчика пистолета. Покопались в шкафчике, ничего не нашли, повесили на него обвинение в мелком хулиганстве. Мальчик в процессе, конечно же, не слабо офигевал, как и его родители. Его мама слегка недоумевает, какого черта учительница не связалась с ней, прежде чем звонить в 911. Но не все так плохо, хоть след и остался. Парни временно отчислили из школы, и он беспокоится, что из-за плохого отзыва в личном деле он не сможет попасть в хороший универ. Парень, зато ты можешь идти в писатели, коль ты так убедителен. На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь, ставьте лайк, и если вдруг сами наткнетесь на что-нибудь интересненькое, смело скидывайте это в соответствующую тему в группе ВКонтакте. Пока!